Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается мега-клок. Можно также встретить название часы Рубика 5х5 и Magic Clock 5. Стоит отметить, что это самый сложный галлонг подобного типа. Есть стандартный клок, который называют Magic Clock 4 или классические часы Рубика, а также младший брат – мини-клок, Magic Clock 3. Все версии собираются по одному принципу, но имеют разное количество циферблатов – 6, 9 и 11. Причем эти циферблаты есть с двух сторон. Одна светлая сторона и другая темная. Начинать сборку можно с любой, они абсолютно одинаковые, кроме цвета. Цель сборки – установить все стрелки на 12 часов. Можно здесь заметить 12 в желтом кружке над каждым циферблатом. И сделать это нужно с двух сторон. По строению есть кнопки, которые меняют вращение, есть шестеренки, которые позволяют вращать. В зависимости от положения кнопок, вращение будет меняться. На мега-клоке 5 кнопок и, соответственно, 5 шестеренок. Будем отличать циферблаты, которые совмещены шестеренками и циферблаты, которые находятся в центральной части. У нас 5 угловых циферблатов и остальные 6 центральные. Сначала собираю это центральные, потом угловые. Чтобы перемешать клок, можем поочередно поднимать кнопки и вращать шестеренку возле этой кнопки. Можно поднимать кнопки по одной, можно комбинировать по две, по три. Главное – хорошо перемешать. Перемешав с одной стороны, можно перейти к другой. Можно поднять четыре кнопки, будут вращаться все стрелки, кроме одной. Перевернем, перемешаем с этой стороны тоже. Если кнопка не опускается, следует немного пошевелить шестеренку после этой кнопки и все тогда придет в движение. В начале сборки клок нужно взять так, чтобы желтые кружочки, обозначающие 12 часов, располагались сверху. Важно понять, что если поднята одна кнопка, к примеру, верхняя, и мы будем вращать шестеренку рядом с ней, то вращаются близлежащие циферблаты. Если вращать верхнюю, их будет четыре. Если вращать правую верхнюю, их будет три. Также у левой верхней и двух нижних при вращении будут двигаться три циферблата. И только у верхней кнопки четыре. Вначале опустим все кнопки и поднимем только правую верхнюю. Сейчас смотрим на центральные циферблаты. Вот эти, которые по краям угловые. Остальные шесть, центральные. Для начала мы совместим вот эту стрелку с центральным циферблатом. Поднята правая верхняя кнопка и вращаем правую верхнюю шестеренку. До тех пор, пока вот эти стрелки совпадут по направлению. Опускаем правую верхнюю кнопку. Поднимаем левую верхнюю. Так выглядит поднятая кнопка. Вращаем левую верхнюю шестеренку. До тех пор, пока вот эта стрелка не совпадет с центральной. Мы видим три центральных циферблата, в которых стрелки направлены в одну сторону. Опускаем левую. Проверяем, что правая тоже опущена. И поднимаем верхнюю. Поднята одна верхняя кнопка. Теперь вращая верхнюю шестеренку, мы можем перемещать сразу три вот этих циферблата центральных. Угловой нам пока не нужен. Теперь мы совмещаем направление трех этих стрелок с этой. Левой нижней. Вращаются вот эти. И совмещаем вот с этой. Далее, не опуская верхнюю, мы поднимаем левую верхнюю. И вращаем либо эту шестеренку, либо эту, без разницы, до совмещения вот с этой стрелкой. Получаем раз, два, три, четыре, пять циферблатов с одинаковым временем. Поднимаем теперь правую верхнюю. Должны быть подняты три кнопки. Это, это и это. Можем вращать либо верхнюю, либо правую шестеренку, как удобно, до совмещения вот с этой стрелкой. Получаем шесть циферблатов в одном направлении. Поднимаем все кнопки, все пять. Вращаем любую шестеренку, устанавливая шесть центральных циферблатов на двенадцать. Ну и на этой стороне центральные циферблаты собраны. Остались пять несобранных угловых. Переворачиваем клок. Проверяем, что желтые кружки все еще сверху, до двенадцать часов. И делаем все то же самое. Поднимаем правую верхнюю кнопку. Вращаем правую шестеренку до тех пор, пока вот эта стрелка не совпадет с центральной. Совпали. Опускаем. Поднимаем левую верхнюю кнопку. Вращаем, пока вот эта стрелка не совпадет с центральной. Совпали. Опускаем. Поднимаем верхнюю кнопку. Остальные опущены. и добиваемся совпадения с этим циферблатом. Вот уже 4 есть. Поднимаем левую кнопку. Если не движется, можно чуть-чуть пошевелить вот эту шестеренку. Проверяем, что у нас стрелка на месте. И вращая левую либо верхнюю шестеренки, совмещаем с вот этой стрелкой. Вращать можно в любую сторону, как удобнее, либо как быстрее. Поднимаем 3 верхние кнопки. Остается поднять вот эту. 3 поднятые. И вращаем до тех пор, пока не совпадет с нижней центральной стрелкой. Поднимаем все кнопки. И ставим на 12. Все центральные циферблаты имеют стрелки на 12 часов. Остается развернуть только угловые циферблаты. Но один из них встал сам правильно. 4 остальных смотрят не на 12. Стоит отметить, что вот эти 2 стрелки всегда имеют одинаковое направление. Поэтому остается собрать всего 4 угловых циферблата. Для этого поднимаем все кнопки, если они не были подняты. И опускаем кнопку только у неправильного циферблата. Начнем с левого верхнего. Вращаем любую другую шестеренку. До тех пор, пока все центральные стрелки не совпадут вот с этой угловой. Совпали. Поднимаем кнопку. Далее опускаем правую верхнюю. Вращаем любую другую шестеренку. До тех пор, пока основная масса не совпадет вот с этой стрелкой. Поднимаем кнопку. Если не хочешь подниматься, чуть-чуть пошевелим. Дальше. Опускаем левую нижнюю. Совпало. Поднимаем. Опускаем правую нижнюю. Так совпало. Поднимаем. Если не поднимается, чуть-чуть шевелим. Поднимаем все. И ставим на 12. Если мы все делали правильно, то обе стороны будут собраны. Стрелки могут немножко криво стоять. Это для клока нормально. Главное, чтобы отклонение было небольшим. Не на один час. Получаем, что мегаклок собран. Пример сборки для закрепления. Все кнопки опущены. 12 часов сверху. Поднимаем правую верхнюю шестеренку. Вращаем, пока эта стрелка не совпадет с центральной. Опускаем. Левая, верхняя. Совмещаем вот эту с этим. Сейчас время не одинаковое. Но теперь одинаковое. Опускаем. Поднимаем верхнюю. Совмещаем вот эти три с вот этой. Поднимаем левую. Совмещаем вот с этой. Так. Поднимаем верхние три. Совмещаем с нижней. Ну, вот с этой. Поднимаем все. Ставим на 12. На этом этапе можно поднимать не все, а только одну из нижних. Но для удобства можно поднять все, чтобы потом на второй стороне не опускать. Переворачиваем. Поднимаем правую верхнюю. Совмещаем эту с центральной. Опускаем эту с центральной. Три получились. Опускаем. Поднимаем верхнюю. Совмещаем с этой. Поднимаем левую. Совмещаем с этой. Поднимаем верхние три. Совмещаем с нижней. Поднимаем все. Ставим на 12. Видимо, опять верхняя стрелка стоит уже как надо. Поэтому остается только четыре угловых. У нас получается еще один угловой состав сам. Но это бывает не всегда. Разворачиваем вот этот. Все кнопки подняты. Опускаем левую верхнюю. Вращаем. Поднимаем. Если бы эта стрелка стояла неправильно, мы бы опустили здесь. Вращали бы другую шестеренку. И поставили бы в нужное положение. Поднимаем. Опускаем здесь. Совмещаем. Поднимаем. Опускаем здесь. Совмещаем. Поднимаем все кнопки. И ставим на 12. Проверяем вторую сторону. Мегаклок собран. Можно собирать и в другом порядке. Использовать некоторые ускорения. Но я показал основы сборки. Которые работают всегда. При просчете можно, конечно, многое ускорить. Тренируйтесь. И все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok